Приветствую вас. Мне кажется, вы не совсем корректно задаёте свой вопрос, потому что дело не в общении, а в том, как вы позиционируете себя в общении. То есть, тут смысл не в том, как выстраивать общение с людьми, чтобы они расспрашивали вас о том, как у вас дела и интересовались вами. Здесь вопрос в том, как вы себя преподносите в общении таким образом, что людям не интересно, что с вами происходит. И гораздо лучше для них, когда именно они делятся своими делами, своими новостями, своими проблемами, но не интересуются у вас. Это с одной стороны. С другой стороны, в районе момент, как вы фокусируетесь на данной проблематике. То есть, вы заостряете своё внимание на том, что вот, никто не интересуется моими делами. То есть, вы не чувствуете себя значимыми в какой-то степени для других людей. И это тоже очень важный момент, как вы к этому пришли. Пришли ли вы в результате, например, каких-то неудач? Пришли ли вы к этому в результате обесценивания себя? Может быть, у вас всегда была такая история. Может быть, нет. Может быть, вы всегда, как бы, чувствовали такую вот проблематику. А может быть, вы начали её чувствовать только лишь какое-то время назад. Ну, важно всё же немножечко другое, да? Что вам хочется, чтобы вас расспрашивали, что вам хочется быть более значимыми. То есть, ощущается нехватка значимости. При том, что вы говорите, что вы ведёте достаточно активную деятельность. Я вам верю. Но насколько эта активная деятельность у вас соответствует, если угодно, эмоциям, да? Соответствует, если угодно, вашим чувствам. Насколько вот эти вот виды деятельности, которыми вы занимаетесь, дают живую эмоциональную обратную связь с вам. Это тоже очень важная, важная, так сказать, характеристика, эм... Ну, вот, ситуации в целом, да? Вот. И, эм... Соответственно... Что здесь ещё можно выделить? Эм... Желание угодить человеку. Не умение сказать «нет» человеку, да? Вы ставите под сомнение значимость своих переживаний, своих трудностей. Склонны обдумываться сами, да? Склонны к самокопанию. Ну, вот. То есть, это... Эм... Эм... Такая вот... Эм... Проблематика... Имеет место быть тоже. Вот, вот. Вот в принципе то, что я могу вам сказать. И, ну вот, соответственно, ситуация примерно вот в таком, ну, в таком примерно ключе, да, ситуация может развиваться. И, соответственно, вам отталкиваться нужно в первую очередь от этих моментов, а дальше уже смотреть. Все ли люди находятся в вашем окружении, да, вот. Все ли люди находятся в вашем пределе видимости, значит, занимаетесь ли вы сам той деятельностью, которой вот, ну, которой вам действительно хочется. Вот. Понимаете, какая штука? Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Как только вы будете более уважительно относиться к своим потребностям, к своим желаниям, это не означает, что вы обязательно будете их, там, знаете, всем навязывать, да, всем рассказывать о своих проблемах. Нет. Все. Если вы будете находиться в процессе, активном процессе решения своих трудностей, решения своих каких-то вот моментов, то общение будет другое. Если люди, окружающие люди будут видеть, что вы, там, ну, движетесь куда-то, вот, к своим целям, которые вам важны, дороги, значимы, вот, то это все будет постепенно менять, менять, эм, общение. Конечно, и навыки общения тоже требуется скорректировать. Освоить технику ясообщения, вот. Освоить технику активного слушания, освоить технику амортизации, если нужно. Ну, вот. Выработать, выработать, эм, выработать отношение к тем действиям, которые вы не хотели совершать. То есть, вот, посмотреть на то, как вы обрадуете, ну, как вы обрадуете, да, и обрадуете ли вы вообще. Потому что при обрадании важно донести человеку, что вы не хотели делать то, что сделали, например, что вы видите, это ошибка. И, с другой стороны, важно не уничтожить себя. То есть, эти вещи, их тоже необходимо учитывать. Вещи крайне важны, вот. И сохранение, соблюдение, эм, скажем так, золотой середины, между, ну, этими аспектами, является крайне важной задачкой для вас, как для человека, который хотел бы, более чем хотел бы жить, ну, который готов бы повысить качество своей жизни, скажем так. Вот. 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 Примерно. Примерно. Такой ответ я могу вам дать. Эм, дальше. Крайне важный момент, эм, заключается в том, что общего между, эм, ну, вот, вами и людьми, которые вас окружают. Потому что если, эм, между вами, достаточно мало общего, то, вот, ну, в таком случае, как мне кажется, эм, крайне тяжело наладить общение. Так, чтобы это было прямо, вот, прямо хорошо. Вот. С другой стороны, я, конечно, могу, эм, быть не прав, эм, в этом, ну, в этом. Вот. Дальше, эм, значит, какие, какие у вас ориентиры последнего? Последнего. То есть, что, эм, общего? У, у вас. С теми, что вы делаете на постоянной основе, например. Такая вот сторона. Это, на мой взгляд, очень важный момент. Ну, я надеюсь только, что вы подумайте обо всём, что я сказал и после этого, эм, решите, что вам делать дальше. Вот. Такой вот ответ. Я надеюсь, что вам это было полезно. Эм, обращайтесь, если понадобится помощь. Желаю вам всего самого доброго.